День конференции подходит к концу, но тем не менее есть еще некоторые вопросы, которые мы хотим обсудить с нашими гостями. Андрей, доброго дня, как настроение? Отличное настроение. Знаете, я подготовил для вас некоторое количество вопросов и знаю, что Магнит начал развивать E-ком через партнерские сервисы, а вот позже уже переключился на собственное приложение. Вот хотел бы, чтобы вы немножко прокомментировали эту историю. Конечно, мы считаем, что предоставление услуги электронной коммерции, услуги доставки, возможность заказать через интернет. Это крайне важный проект, в котором нужно контролировать каждый элемент опыта. Элемент заказа через приложение, элемент сборки, элемент доставки. Так как клиент оценивает не только, что он получил яблоко, он оценивает то, каким удобным было приложение, насколько полный был заказ, который мы собрали, насколько быстро ему привезли этот заказ, насколько опрятным был курьер. Поэтому мы считаем, что в ключевых городах, там, где уже высокая плотность заказов, там, где мы увидели достаточно хорошую емкость рынка и то, что есть достаточно большое количество людей, которые хотят заказать, и мы можем свести хорошую операционную экономику, мы решаем запускать ряд пилотов. Ряд пилотов по собственной доставке, ряд пилотов по выпуску приложения и отдельных операционных проектов, возможно, с кулинарией, возможно, с какими-то собственными торговыми марками. Именно для того, чтобы сделать продукт максимально подходящий для данной аудитории, для данной географии. Вот принято считать, что доставка — это все-таки прерогатива больше крупных городов — Москва и Санкт-Петербург. Если я не ошибаюсь, то самое большое количество продаж или сделок совершается, там, в количестве 60 или 70 процентов в этих регионах. Как с доставкой обстоит дело вот как раз в отдаленных городах? Совершенно верно. На сегодняшний день больше половины рынка электронной коммерции действительно приходится на Москву и Санкт-Петербург, особенно в продуктах питания. Тем не менее, мы знаем, что проникновение электронной коммерции больше 44 процентов уже приходится на регионы, и это проникновение постоянно растет. Мы видим здесь очень большую перспективу этого рынка. Точно так же, как на рынке такси в свое время, Москва — это была доминирующая часть, а сейчас примерно треть, точно так же мы ожидаем, что такую же экспансию получит и рынок продуктов питания. Мы, как компания, которая во многом сосредоточена на региональной аудитории и во многом является лидером в таких городах, видим свои миссии и видим свои задачи предоставить там такой сервис. Поэтому следующая волна роста электронной коммерции, как мы считаем, придется именно на нас. Как вы думаете, сколько времени это займет реально вот внедрение всех инициатив, о которых мы говорим? К концу этого года мы уже выпустим свой собственный программный продукт, в котором сможем давать клиентам специальные условия, интегрируем с программой лояльности, которая тоже очень важна для нашей аудитории. И к началу следующего года уже в ряде городов появятся наши курьеры. Звучит очень амбициозно, тем более, что магнит всегда ассоциировался с компанией, которая присутствует больше в регионах. Я желаю, чтобы все получилось так, как вы задумали и запланировали. И пусть действительно рост процента доставки в регионах превзойдет в себе ваши ожидания. Спасибо. Сделаем все одно зависящее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.